Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Ренат Бакиров. Сегодня в выпуске. Будут ли массово сносить хрущевки в Татарстане? За счет чего татарстанцы могут экономить на жилищно-коммунальных услугах? Какие нарушения нашли в обанкротившемся Челнинском банке? Массовый снос хрущевок в Татарстане экономически нецелесообразен. Так считают в региональном правительстве. Ранее в Татарстанском госсовете предложили по аналогии с Москвой заняться сносом таких домов по всему Татарстану. Но, говорят, в Кабмине-Республике система расселения и сноса хрущевок экономически целесообразна лишь для Москвы из-за высокой цены на землю. В этих условиях действительно проще снести старое здание и построить новый дом. Но в регионах этот процесс потребует дополнительных бюджетных вливаний. Они уже сыпятся и вкладывать деньги сейчас в ремонт этих хрущевок не вполне будет эффективным. И тем более мы все-таки в третьей столице. Раз Москва уже нашла средства на это дело, я думаю, то и мы должны найти вместе с федеральным бюджетом. Все-таки мы туда немало денег отчисляем, центр. К сожалению, на данный момент для любого другого города России, включая Казань, это, безусловно, потребует дополнительных бюджетных средств. Одновременно хочу сказать, что мы за то, чтобы это преобразование происходило. В разных случаях это будет по-разному. И вопрос не о хрущевках все-таки, а вопрос о домах, которые непрезентабельны, аварийны и требуют реконструкции изменений. Татарстанцы больше всех в России сэкономили на ЖКУ. Если примерно чек по этой графе в прошлом году в среднем по стране снизился на 10%, в республике населению удалось добиться уменьшения коммунальных расходов на 36%. Сэкономили татарстанцы с помощью массовой установки счетчиков, уменьшения потребления, а также улучшения платежной дисциплины, а именно использования банковских автоплатежей, которые позволяют избежать штрафов за просрочку. Средний чек в Татарстане, по данным известий, составляет менее полутора тысяч рублей. Хотя стоимость электричества, тепла и воды в последнее время лишь растет. За последнюю декаду они по всей России увеличились в среднем в два с половиной раза. Эксперты считают, что установка приборов учета действительно позволяет существенно экономить. Мы много говорим о совести, о социальном подходе, но наиболее убедительно, вот и по вопросам мы с вами чувствуем, это сколько придется платить. Вот, допустим, я знаю, что если я пользуюсь прибором учета по воде, я точно как минимум в два раза свою оплату по воде уменьшаю по отношению, если бы я платил по нормативу. То же самое с счетчиками по газу. Но если по воде, условно говоря, за 2-3 года отобьется затрата, то по газу, допустим, за 5 лет. Но давайте вспомним, что летом вот мы, допустим, уехали в односадовый участок, там же мы вообще газ не потребляем. То есть тут есть определенные выгоды. И убедить можно только вот таким путем. Центробанк выявил серьезные нарушения в обанкротившемся Челнинском банке Камский горизонт. У него оказалось низкое качество судного портфеля. Обследование финансового состояния кредитного учреждения провела временная администрация. Она и выяснила, что банк кредитовал компании, которые на самом деле не работали. Кроме того, в кассе Камского горизонта обнаружили недостачу. Как говорят в ЦБ, эти данные могут стать поводом для уголовного наказания руководства и собственников банка. Регулятор уже направил результаты проверки в прокуратуру, МВД и Следственный комитет. Напомним, лицензию Камского горизонта отозвали еще в минувшем ноябре. Его вкладчиками числятся более полутысячи татарстанцев. В январе же Республиканский арбитражный суд признал банк из Челнов банкротом. Это были новости экономики. До встречи.